привет мои дорогие я обещала записать видео о том как я делаю медитации ну наверно все знают что когда вы делаете медитацию нужно сесть так чтобы ваш позвоночник был прямо абсолютно прямо потому что вам нужно будет представить как один столб света или такая труба уходит в середину земли до кидру земли а другой поток света должен входить вам в макушку да и когда вы садитесь медитировать ну может можете в позе лотоса если можете себе позволить если нет но постарайтесь прямо сесть на стуле не откидывается на спинку а прямо и я начинаю с того что ну вот я что я сажусь удобно на в позе лотоса у меня в первое время очень затекали ноги потом перестали я сажусь позе лотоса желательно сесть на что-то на что-то натуральное я например медитирую на шкуре от овцы очень люблю мне на ней тепло удобно ну на деревянный стул можете сесть и вот представляете что нет сначала не представляете сначала нужно вам немножко отключиться от реального света вам нужно прочитать какую-то медитацию молитву я вычитаю молитву у меня моя любимая молитва к роду я как-то делала чистку рода и она у меня запомнилась она очень длинная я посвящаю эту молитву роду я читаю эту молитву отключаюсь на ней от происходящего главное вам нужно выключить вот это вот слово мешалку которая у вас там перерабатывает все ваши проблемы вот это надо выключить начинаю с молитвы сижу в позе лотоса читаю молитву когда молитва заканчивается я уже немножко успокоилась да потому что ваше сердцебиение должно успокоиться вот это вот словомешалка в голове успокаиваться успокаивается потом вы запускаете один столб к не к недрам земли я это так называю и помните да что медитация это как-то креативная же вещь это ну вы сами себе можете регулировать как вы хотите я там смотрела много видео где там прям говорят вот надо вот вот только так нет вот вот только так у меня не получается если беру готовую медитацию мне всегда там что-то не нравится я начинаю отключает отключаться думал блин я только время трачу я просто делаю это по-своему так как как мое подсознание этого хочет и вот именно она иногда хочет вот это делать иногда она хочет вот так это индивидуально как вы хотите вывод представляете или белый свет или там какой-то другой свет или просто такую трубу которая идет в недра земли я когда это делаю если честно я очень плохо соединяюсь землей вообще у меня в гороскопе абсолютно нет земли я ветер вода все на свете только не земля у меня очень плохой контакт земли когда я соединяюсь землей я вижу ее очень плохо я вижу ее больную несчастную умирающую вот но если брать ассоциацию вот умирающий человек от рака вот у меня точно такое же представление о земле и это у меня было всегда вот соединение землей не идет вот как просто болезнь может мы действительно такие паразиты что уже практически угробили эту землю и я когда начинаю вот соединяться мне жалко становится землю я ее там потом обнимаю там целую но я хочу чтобы она жила как можно дольше но если честно я вот хочу этого но в душе я не верю что она еще долго протянет вот соединяете землю и вы должны как благодарить землю за то что она вам дает минералы вот поймите что мы как бы состоим полностью из тех частиц как то из которых состоит земля вы благодарите землю вот и как бы подпитываетесь через эту трубу энергии минералами там витаминами потому что все это ну как бы растет на земле минералы там магний кальций кремний все это из земли да сначала с землей соединяйтесь потом соединяйтесь с космосом да точно так же луч трубу направляете вверх и вот туда оттуда мне легче брать энергию да вот я туда прям в любую секунду могу подсоединяться все и мне идет прекрасно идет свежая чистая энергия с космоса еще что я еще купила себе камушки кристаллы да кристаллы всем всем камушков каждый определенного цвета на каждую чакру почему так потому что наши все чакры точно также окрашены как цвета радуги кто помнит вот эту вот поговорку как она там скороговорку каждый охотник желает знать где сидит фазан вот и начинаем 7 7 цветов радуги и 7 чакр вот они как идут от вашего копчика до макушки вот и вот точно также распределяются цвета по радуге если вы хотите вот прокачать какую-то определенную чакру то берите камушек в руку или можете как если сидите в козе лотоса обложить вокруг себя этих 7 камней чтобы вам помогло мне вот помогает я даже воду нас настаиваю я купила их больше этих камней поделила одни пошли у меня в графин с водой другие пошли вот на медитацию не еще вот эти камушки очень сильно помогают я беру их в руки одно время я их прям засовывала себе под одежду там зеленый бюстгальтер потому что это зеленый вот сердечная чакра там можете даже в трусы себе засунуть те камушки которые должны вам влиять на чакру а вот здесь вот волосы я фиолетовые ложила вот здесь вот под волосы специально делала здесь дульку себе чтобы засунуть фиолетовый камушек потому что он соединение с богом когда вы соединяетесь да вот все вы соединились вы представили что вы вот такой сосуд знаете такое уплотнение на трубе через которую ходит энергия туда-сюда она еще может вот так ходить вот так вот как вам хочется вот представляете как хочется и вот вы можете просить у там космоса у земли то чего вам не хватает а моя любимая медитация я почему-то вот оно мне само пришло я представляю что я вот такая вот дюймовочка которая сижу на цветке подсолнуха я люблю очень желтый цвет поэтому наверно мне подсолнух идет я вот сижу на этом подсолнухе и вот эти вот лепестки вокруг меня да вот это моей благодарности я благодарю потому что в медитации очень важна благодарность я просто вот в закрытой глазами очерчиваю каждый лепесток глазами и вот это благодарность моей маме это благодарность моему папе можете даже проговаривать в голове за что именно вы благодарите вот это вот моим учителям я даже благодарю тех кого я ненавижу а я ненавижу я признаюсь я вот умею ненавидеть что я хорошо делаю это я не я даже благодарю своих врагов потому что но они мне показывают на мои ошибки на мои слабые пункты потому что если бы они меня чем-то не бесили если у меня не было этих слабых пунктов они бы и не были моими врагами я знаю что я должна это проработать ссоры ну вот течет у меня что-то с носа аж неприятно у нас кстати бабье лето началось светило солнце но пока я дошла сюда до этого места солнце уже зашло так идем дальше вот я сначала благодарю 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 там благодарите бога благодарите ангелов благодарите свой род благодарите всех да вот сколько лепестков же много в подсолнухе вот на каждый лепесток благодарность и помните это вам нужно для того чтобы отключить мозг потому что вот эти бешеные мысли которые у вас голове кони такие они все время прорываются а вот когда вы концентрируетесь на концентрируетесь на чем-то одном эти мысли останавливаются это тот же самый принцип когда вы хотите заснуть и считаете баранов баранов или там читаете стишок вам просто нужно отключиться от того что происходит в вашей голове и когда вы уже так успокоились ваше сердце успокоилось мысли успокоились вы можете что-то себе начинать представлять я например очень люблю представлять свои свой организм свои внутренние органы мне в какой-то момент просто пришло такое осознание я сначала бой так медитирую 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 а потом я поняла что медитация это как бы ну не все наша душа как бы приходит на эту землю и она получает вот такую одежку наше тело и это тело должно нам прослужить как можно дольше это вот представьте вы получили одно платье на всю жизнь вы же его должны беречь тогда чтобы прожить проходить в этом платье сто лет к примеру если ваша цель прожить сто лет и вы же не будете в этом платье единственном там падать в лужу обливать его вином там бычком там дырки на нем прижигать не будете вы будете вы будете знать что у вас одно это платье вы будете его беречь помните как в советском союзе покупали одно пальто на пол жизни и носили его берегли там брели катышки 10 лет насилия потом шли к портнихе перелицовывали на другую сторону еще 10 лет носили это пальто а вот мы почему-то не умеем так обходиться своим телом мы вот давай бухать там 18 исполнилось 17 бухать курить трахаться со всеми подряд убивать себя как только можно да и как некоторые люди считают что ну ну жижи нам дала дана для того чтобы вот полностью там испытать все чувства острые ощущения ну но если у вас такой подход но и не планируете тогда прожить там достали а я вот хочу например как можно дольше и вот мне как бы пришел такой сверху сигнал что нужно телом заняться телом своей одежды в котором душа живет а вы знаете если душе в теле хорошо если тело не болит не мучается не страдает то и душе как бы в ней хорошо ну вот представьте если вам блузка тесная вот вы ее застегиваете она вам тесная вам в ней и ходить неприятно и она вам давит в под подмышки там в лимфоузлы там грудь вам сжимает вы не можете дышать вы не можете выпрямиться вам стыдно в ней ходить потому что вы думаете что вас осуждают но то же самое с телом если она вам давит душит зажимает что-то там внутренние органы вот она вам и не пасает но не подходит она вам вам в нем неприятно вы если вы там разжирели как свиноматка вы будете ходить и думать а вот люди меня осуждают да люди на меня косо смотрят мне и не красиво и неудобно и неприятно и мне все болит ну и вот когда вы соединились вот со своим вот это вот успокоились вы тогда можете разговаривать с кем-то с кем-то с высшим но я например представляю ангелов можете что вам ближе например если вы ближе к религии там представлять ангела если там к богу там бога может мать божью может этот как это называется там ваш создатель рода представляете его может у вас есть какая-то любимая бабушка то вы можете ее позвать и тогда задаете вопрос какой-нибудь например как там вот я хочу там лучше жить помоги мне как или там у меня что-то не устраивает а мое семейное положение не устраивает меня может муж какой-то плохой что мне сделать как выкрутиться с этой ситуации и вы и как вообще нужно смог сформулировать красиво это формулируется так что я изъявляю свое чистое намерение получить ответ на такой и такой вопрос и задаете этот вопрос обращаетесь вот кому-то так и этот кто-то должен вам ответить этот кто-то он и так живет в вас у нас же есть наше подсознание и наше сознание подсознание оно было у нас всегда это в основном наша родовая память потом вы еще туда набрасываете всю информацию которая попадает вам голову в течение всей вашей жизни представляете если вы откроете канал к роду вы получите информацию всю от рода еще вся та информация которую которую вы когда-либо прочитали что-то учили в школе что-то оно еще собирается и она все у вас есть но нас научили с детства со школы чему нас учили а думай головой а тебе показалось кажется креститься надо вот ты не подумал сделал нас вообще отключают от своего подсознания и мы не умеем его даже слушать а если вы вот создали такое намерение чистое и задали вопрос принципе своему же подсознанию пусть кому-то это будет будет называться ангелами кому-то еще как-то вы потом услышать этот ответ а я например когда задаю вопросы или даже просто просто без просьб без ничего я уже много лет вообще ничего не прошу ну иногда иногда но это такие такие там вопросы не сильно такие ошибки потому что я уже поняла что я как чё попрошу в принципе все мои просьбы исполняются на я потом из этих просьб из этих исполнения этих мечт Потом выкарабкиваюсь, как из бочки с говном. Я прошу вот так вот, Господи, если я где-то в церковь, где можно посидеть или в медитации, я говорю, вот у меня всё есть, у меня всё хорошо, вот спасибо за это. Вот если ты считаешь, что мне можно больше и лучше, кто-то, кто надо мной, я к нему обращаюсь, вот дай мне это. И тогда я вот это принимаю. И вот когда я начала делать эти медитации, когда успокаиваешь свою голову, вот этот вот разум, который нами пробует руководить, вдруг начинают какие-то странные идеи в голову приходить. Ну, например, я вот поехала в поле медитировать, и у меня что-то был вопрос, вот, а если вот я буду на самообеспечении, вот как я буду жить, а где я буду всё это брать? Я просто встаю с медитацией, и мне вот так вот, перейди через поле, перейди через поле. Я думаю, блин, идти куда-то, домой уже надо ехать, на работу собираться. Ну ладно, думаю, перейду. Я перехожу через поле, а там целая аллея вишневых деревьев. Я такая стою и думаю, вот, ответ тебе пришёл, вот ты так будешь жить. Если ты будешь на самообеспечение, тебе будет лес, грибы, ягоды, найдёшь всё. Если что, поставишь этот капкан, зайца словишь. Ну вот так вот приходит. Или тоже у меня было так, когда я не послушалась, и это я попала тогда на деньги. Я сидела на медитации, да, и просто я встаю и смотрю, какая-то жёлтая трава растёт. Цветы такие жёлтые. Я такая, мне в голове, собери эту траву, эта лечебная трава, собери. Я оторвала один цветочек, пришла домой, погуглила в интернете, оказалось, это пижма. Но мне лень было вернуться на это поле и собрать мешок этой пижмы. Проходит месяц, а я начинаю делать антипаразитарную чистку. И мне нужна пижма, которая росла вот на поле, а сейчас она отцвела. Я прихожу на поле, её уже нет, она отцвела, просто сухие эти стоят стебли. Я тогда не послушалась, и мне пришлось эту пижму заказывать в интернете, и я заплатила за неё 20 евро. А так могла бы насобирать. То же самое, я когда давала запрос о здоровье, мне пришло, что надо чистки делать. Просто в каком-то видео женщина упомянула, что она там чистила организм. И я думаю, опа, надо. А ещё вот мне недавно тоже прилетело само из себя. Мне уже 46 лет, и у меня вот что-то началось, вот это, наверное, начинается климакс. Меня начало бросать в жар. И первые дни это было так, периодичность была практически каждый час. Мне становилось жарко, как будто меня в кипяток окунали. И вот проходит пару дней, и я так, меня что-то тоже стала подзадалбливать, да, и я такая сижу, и мне в голову соевое молоко, соевое молоко, хочу соевого молока. Думаю, что с этим соевым молоком? А потом начинаю вспоминать, что в соевом молоке очень много женских гормонов. Я когда-то, давно об этом слышала, читала, ну, забыла. И вот я пришла домой, у меня была соевая, какие-то такие вот это соя нарубленная. Я сварила эту сою и стала добавлять её в салаты. А на следующий день пошла в магазин и купила себе соевое молоко и напилась. И вот у меня эти приливы, как это говорят, да, вот это меня стало в жар бросать. Два раза в день, а не каждый час. Вот так вот подсознание, оно работает с нами. Да, это я вот сейчас рассказываю про медитации. Просто изъявляете своё чистое намерение узнать ответ на какой-то вопрос. Задаете. И потом слушаете ответы. Но, смотрите, вы должны быть довольно-таки чистым человеком, от токсинов чистым. Потому что, ну как, наша шишковидная железа, которая там где-то вот внутри, да, третий глаз. А специально вот её засоряют, убивают, не знаю, но специально. Всё, что вокруг нас происходит, это, в принципе, убивает наше подсознание, нашу шишковидную железу. И нужно как бы, как можно чище питаться, меньше химии. Потому что эта химия вся угнетает шишковидную железу. Я вот, например, не чищу зубы зубной пасты, потому что, оказывается, флор очень сильно её, эту шишковидную железу блокирует. А если вам блокирует, вы не услышите этот голос разума. Так что уберите как можно меньше химии употребляйте. Я понимаю, что невозможно полностью избавиться. Мы живём в таком мире, что, ну, нельзя избавиться от этой химии. Ну, постараться хотя бы меньше её есть. Вот, в принципе, всё, да. И вот, когда вы делаете эти медитации, да, потом закрываете эту медитацию и благодарите. Да, если вы боитесь, например, что к вам кто-то подселится. Ну, я вот не боюсь, я иногда забываю делать защиты. Я не боюсь, я довольно-таки сильный человек, я не верю сильно в то, что вот каждая собака, каждый душик может ко мне прицепиться. Но если у вас такой страх, то во время медитации, перед тем, как соединиться с Землёй, с космосом, сделайте себе такой кокон. Если я это делаю, я представляю, вот знаете, как будто моток ниток. Вот когда эти нитки так отматываешь, наматываешь, наматываешь, наматываешь. Я вот так вокруг себя, вот как будто на мне такое яйцо, и я это яйцо обматываю такой какой-то ниткой света. Я её вот так вот, вот так вот, вот так вот, и всё вокруг себя, да. Вы делаете такую защиту. Ну, если она вам нужна. И вот, соединяйтесь и разговаривайте. Ещё я таким образом чищу всяких паразитов, паразитов, которые к нам подсасываются, подключаются. Но это уже, наверное, на следующее видео, потому что уже 20 минут, сильно много.